всем привет дорогие друзья сегодня посмотрим с вами на луну посмотрим на ювист и и в принципе поговорим про данный проект про проект эра луна что с ним будет в будущем по моему мнению и вообще что я лично жду сам от данного проекта почему я его покупал и в принципе продолжаю покупать дорогие друзья почему я его халжу и не собираюсь пока что продавать собственно давайте поговорим про bitcoin и про то когда у людей было очень плохое настроение что после этого было разумеется у людей было очень плохое настроение здесь после этого мы видели рост у людей было плохое настроение здесь мы тоже увидели рост также мы видели рост и после этого страха дорогие друзья я полагаю что нужно покупать только на страхе я верю в луну дорогие друзья я верю в то что луна восстановится все кричат что это скам все продают действительно монету очень сильно льют монет очень много напечатали но тем не менее дорогие друзья я продолжаю верить данный проект и на данный момент я халжу данную монету собственно что могу сказать по юста юста слилось еще ниже очень много людей потеряли свои деньги но дорогие друзья лазейки есть везде можно за скамить любой проект и действительно везде есть свои изъяны просто до них еще не добрались на самом деле я верю в луну на самом деле я покупал данную монету и собираюсь удержать и дальше почему потому что в принципе она может меня сделать миллионером как вы спросите меня как она сделаете миллионером да легко и просто посмотрите сколько она стоит она стоит сущие копейки я ее купил буквально там на 200 300 баксов и сейчас у меня там миллионы этих монет понимаете я собираюсь их халдить просто-напросто держать для себя я не призываю вас покупать данную монету просто дорогие друзья если вы не верите можете в принципе оставить комментарий сфтера и давайте поддержим проект вместе собственно я верю в данный проект я его накапливал и буду просто теперь халдить и держать собственно я поддержал разработчиков как я мог я принципе вижу что здесь происходит посмотрите как много холдеров прибавилось и дорогие друзья я полагаю что комьюнити вывезет данный проект я полагаю что проект этот не забросится я полагаю что данный проект восстановится и в принципе я полагаю что мы еще с этого отлично заработаем на самом деле почему потому что в принципе данный проект на пиках стоил 120 долларов, теперь он стоит всего лишь вот такие вот копейки, дорогие друзья, и на самом деле не купить это ошибка, по моему мнению, это лично мое мнение, дорогие друзья, и я не призываю вас покупать, на самом деле это очень рискованная затея, но тем не менее я рискнул своими деньгами, чтобы в будущем возможно заработать сверх иксы, возможно получится, возможно не получится, но дорогие друзья, когда всем было очень страшно, когда все кричали, что это скам, то действительно биткоин нам показывал рост, я полагаю, что это присущно и другим криптоактивам, и в принципе есть возможность того, что действительно данный проект выстрелит и действительно восстановится, поэтому я держу свои монеты, поэтому я накопил там миллионы монет и на самом деле буду продолжать держать их и дальше, собственно дорогие друзья, давайте посмотрим на психологию рынка и посмотрим на биткоин, собственно действительно, когда всем было очень страшно, когда у всех был чрезвычайный страх, то мы видели отсюда рост разумеется, в данный график интегрирован индекс страха и жадности, то есть красные точки это чрезвычайный страх, зеленые точки это эйфория, И собственно всегда нужно было продавать на эйфории и покупать на чрезвычайном страхе. Что мы видели на луне здесь дорогие друзья, на хаях буквально по 120-115 долларов. Мы видели настоящую эйфорию, все люди сломя голову убежали покупать данный проект, потому что верили в продолжение роста. После того как хомяки благополучно зашли в рынок, у нас была атака, все слили в днину и на самом деле сейчас у нас чрезвычайный страх. Большинство потеряло свои деньги, большинство просто не понимают что происходит, они не понимают что с этим делать. И на самом деле я покупаю на свой страх и риск по этим отметкам только для того чтобы проверить что будет. На самом деле возможно я и потеряю свои деньги, но тем не менее мне кажется оно того стоит, я считаю что нужно рискнуть и посмотреть что будет. Это будет как опыт, те деньги которые я вложил мне совершенно не жалко, поэтому я действительно их инвестировал. Собственно дорогие друзья, действительно комьюнити поддерживает данный проект очень сильно и я полагаю что благодаря данному сильному комьюнити возможно что-то и получится с данным проектом реализовать, возможно получится его восстановить. Как видим, в принципе, у манипулятора получается переобувать лонгистов в шортисты, почему? Потому что, в принципе, было лонгов 80%, теперь у нас всего 62%. Я надеюсь, что у манипулятора действительно получится переобуть как можно больше лонгистов в шортисты, чтобы потом пойти в рост и ликвидировать, разумеется, тех самых шортистов. Шортистов, в принципе, накапливают, как я уже неоднократно говорил в прошлых видеороликах, потому что, в принципе, выбривают только лонгистов. Зачем? Для того, чтобы, разумеется, провалить рынок, переобуть этих самых лонгистов в шортисты, а потом выбрить тех самых шортистов. То есть никто на рынке не заработает. Заработают только те, кто держит на споте и, разумеется, инвестирует правильно. Поэтому, дорогие друзья, не стоит сломя голову бежать на эти фьючи, не стоит вообще пользоваться фьючами, стоит только инвестировать и инвестировать, разумеется, на споте. Если вы будете правильно и грамотно накапливать монеты, у вас получится заработать и на споте. Поэтому, дорогие друзья, присматривайтесь к тем монетам, которые сейчас на днище и не стоит бежать за тем, что уже улетело. В общем и целом я верю в Терра Луну, в общем и целом я верю в крипторынок, потому что на самом деле крипторынок начнет отрастать рано или поздно, потому что биткоин свой цикл еще не закончил. И тогда уже Терра Луна потянется, разумеется, за всем крипторынком. Поэтому, дорогие друзья, посмотрим, что будет, посмотрим, что действительно нам покажут манипуляторы и посмотрим то, как будут переобуваться, разумеется, люди из лонгистов, шортистов. Я обещаю, что будет интересно, поэтому наблюдайте, разумеется, за данными показателями постоянно. UST слили еще ниже и на самом деле такое может произойти с любым проектом, на самом деле, потому что криптовалюта не дает нам никаких гарантий. Все на свой страхи риски, разумеется, это один из примеров того, что может быть с криптовалютой. Поэтому, дорогие друзья, учитывайте это, если вы инвестируете в криптовалюту в целом. Мои видео это не финансовые рекомендации, я просто рассказываю то, что делаю я. Собственно, продолжаю верить в данный проект, полагаю, что возможно он и восстановится, рискнул буквально копейками, на самом деле купил миллионы монет и теперь просто продолжаю их халдить, дорогие друзья. На сегодня у меня все, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, если не поставили, пишите в комментарии, сейфтера, будем поддерживать данный проект вместе, подписывайтесь на мой телеграм, на сегодня у меня все, всем спасибо, всем пока, друзья.